Друзья, всем привет, с вами OREX. Я обновил свою настроенную сборку automatic 1.6, исправил в ней некоторые баги и ошибки, которые появились в результате последних обновлений, а также оптимизировал ее работу и добавил некоторые расширения, которых не хватало. И также многие пользователи жаловались, что не могут поставить ROOP, реактор и FaceSwap Lab. С этим моментом мы сегодня тоже разберемся. Все видео, соответственно, будет касательно моей настроенной сборки 1.6 automatic. Давайте я сначала покажу, что изменилось в новой сборке и что нового здесь добавилось. В сборку я добавил новой UDNN библиотеки 11 версии. Это позволяет ускорить генерацию automatic примерно на 5-6%. Назвал эти файлы именами видеокарт, для которых они предназначены. Пока это видеокарты GTX 1660 и видеокарта 3060. По крайней мере это те видеокарты, на которых этот автоматик я смог протестировать. Если вы сможете выложить какие-то свои варианты BAT-файлов, то я их тоже учту и в следующей сборке тоже добавлю. Сами же BAT-файлы тоже были немножко оптимизированы. В сборку я добавил еще один upscaler SuperScale в 150 тысяч. Еще в сборку включил расширение, позволяющее вернуть вот эти вот кнопки, которые исчезли с версии 1.6. Вернул опцию Tiling. Теперь она находится вот здесь вот. Сразу же в эту сборку я включил редактор PhotoPie. Проблем он не вызывает, поэтому я решил его добавить по умолчанию сразу. Еще в эту сборку я включил SDXL Styles. Вот это вот расширение. Причем по умолчанию настроил так, что это расширение загружается в свернутом состоянии, а не в развернутом вот так вот. Еще добавил сюда свои 17 стилей. Они помечены как Oryx. Еще сам автоматик в этой сборке обновлен до последней версии в сегодняшний день. И все расширения, которые здесь находятся, тоже обновлены до последней версии на текущий день. Если мы зайдем в папку автоматик, перейдем в Extensions, то на этот раз мы здесь увидим 4 расширения, которые установлены. Я только что о них сказал. Еще здесь появилось расширение OpenPost Editor заархивированное. Соответственно SDXL Style тоже заархивировано. На всякий случай, если вы удалите или что-то измените, то вы всегда можете восстановить то, что было в оригинальной сборке, не переустанавливая саму сборку. Расширение All-in-One тоже заархивировано и тоже последняя версия этого расширения. Ну и расширение Boomer это как раз таки то самое расширение, которое возвращает вот эти вот кнопки, которые пропали с версии 1.6. Еще в эту версию я добавил BAT-файл Reactor для его быстрой установки прямо из папки Extensions. Еще в этой сборке я восстановил оригинальный файл UIConfig. В общем-то после очередного обновления автоматика в консоли начала появляться ошибка. Эта ошибка как раз таки была связана с тем, что UIConfig обновиться не мог, потому что я в него влез и что-то там поменял. Соответственно я вам не советую в него лезть и что-то менять. Ну а если вы что-то поменяли, то узнаете, если в консоли появилась ошибка, то можете попробовать восстановить оригинальный UIConfig. Чтобы установить UIConfig в оригинальном виде, его достаточно отсюда просто удалить и перезапустить автоматик. Он сам установится. В общем-то на данный момент в консоли никаких ошибок нет и все загружается быстро. Теперь давайте перейдем к ошибкам, которые возникают у пользователей. Первая вот такая вот ошибка возникает. Fatal.not.git repository. Это связано с тем, что вот эта вот папка git по сути дела она у вас удалена, поскольку у вас должна быть своя папка git, которая ставится сюда при установке. И теперь вопрос, что делать с этой ошибкой. Первый вообще ее никак не решать, просто все оставить. Автоматика работает и вроде бы никаких пока проблем мной не замечено. Вариант второй. Добавить сюда папку .git, перенести ее из какого-то ранее установленного автоматика. И вариант третий. Удалить папку venf и запустить автоматик. Тогда папка venf полностью заново скачается и соответственно скачается и .git тоже. Но при удалении папки venf вы потеряете куднн 11, который я добавил как раз таки в эту папку venf. А также вы еще потеряете библиотеку inside-face, которая необходима для установки таких расширений, как ROOP, реактор и face-wap-lab. Чтобы установить куднн 11 версии, вы переходите в автоматик, закроете админ новости, находите здесь вот такую машинку и выше вы увидите вот эту библиотеку. А ниже вы увидите путь, по которому эту библиотеку нужно просто вставить. С заменой этих файлов, которые есть по этому пути. А для установки face-wap-lab, ROOP и реактора я вам все-таки советую ставить visual studio. При установке visual studio вам нужно снять все галочки и оставить только одну галочку разработка классических приложений на C++. Вот это вот. И нажать установить. У вас становится библиотеки примерно на 10 гигабайт. Да, библиотеку inside face можно установить и более просто. Никакими 10 мегабайтами, а буквально там несколькими мегабайтами обойтись. Но работает это не у всех. То есть если вам действительно очень нужны эти расширения, то ставьте visual studio. Давайте еще вернемся к ошибкам, которые у новичков часто связаны с установкой вот этой вот версии. Смотрите, у вас должен быть установлен гид. Он устанавливается по вот этой вот ссылке. Там установка очень простая. Просто скачиваете везде далее, 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 далее. Что там менять вообще не надо. И все. Установка будет готова. Второе. Вам нужно установить Python-обязатель 310.6. Желательно устанавливать вот именно вот эту вот версию. Нажимаете по ссылке, скачать, скачиваете для версии Windows 64. У вас наверняка 64-битная версия. В версии Python можно ставить 310.6-310.11. При установке Python выбираете Customize Installation. Дальше нажимаете Next. Дальше пишите вот такой вот путь C Python 310 и устанавливаете его по вот этому пути. Еще поставьте галочку Install Python 310 for all users. И все. Здесь нажимаете Install. Если вы не хотите ставить Python вот в это место, и, возможно, у вас уже Python где-то установлен, вы можете оставить свой Python на месте, там, где он у вас есть. Главное, чтобы вы знали, где этот Python установлен. Если не понимаете, как узнать, где ваш Python установлен, скачайте любой дистрибутив, нажмите по нему, нажмите Запустить. И вот здесь вот прям под апдейтом вам покажется путь, где ваш Python установлен. Но если ваш Python установлен не на диске C в папке Python 310, а в какой-то другой папке, да, то заходите в папку VENV, находите здесь такой вот файлик pyvenv.config, правой клавишей по нему щелкаете, выбираете Открыть с помощью и выбираете любой текстовый редактор, допустим, Notepad++. Здесь есть вот такой вот путь. Это как раз-таки тот путь, про который я вам рассказывал и в который я вам предлагал установить Python. Но если ваш Python установлен в другое место, соответственно заменяете путь на свой. Нажимаете файл Сохранить, перезапускаете автоматик. Все достаточно просто. Теперь давайте вернемся к расширениям, которые предназначены для подмены лица. Обычно все говорят про расширение групп, но здесь я советую вам поставить все-таки расширение Reactor. Это расширение стабильнее и работает оно лучше, потому что оно автором поддерживается. Просто дважды щелкайте по реактору в папке extension и перезапускаете автоматику. Если же вам нужно расширение с подменой лица из кучи там разных функций, InPaint и так далее, то ставьте расширение FaceWapLab. Если вам это не нужно, то вам вот эти вот дополнительные функции просто вас будут сбивать. Я, например, больше люблю расширение Reactor, потому что мне чисто нужно подменить лицо. Я не хочу вот эти все дополнительные функции делать именно в расширении FaceWapLab. То есть у меня есть расширение AutoDetailer и разные другие расширения, которые работают, в общем-то, не хуже. От реактора, допустим, я хочу чисто, чтобы он выполнял свою функцию и не мешал мне, не засорял экран. Но если вы хотите установить FaceWapLab, то ставится он тоже. Также два раза здесь щелкайте, запускаете автоматик и после запуска автоматик вы в консоли увидите кучу ошибок и не увидите вкладки FaceWapLab. Это нормально, так и должно быть. Это шутка, конечно. Так сделали просто разработчики. После того, как вы увидели все вот эти ошибки, понаблюдали на них, опять закрываете автоматик и еще раз его запускаете. И вот со второго раза он уже стартует. И вот эта вкладка уже появляется со второго раза. Может быть, конечно, вам больше повезет, и она появится с третьего раза. Ну вот так вот он устанавливается. Ну а так я вроде бы все сказал. На этом, наверное, будем заканчивать. В общем, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, заходите в наш Telegram и ВК, заходите также на Boosty. Там приложены все ссылки, все файлы, которые сопутствуют этому видео. А также, если хотите поддержать наш канал, то можете сделать это на Boosty. А на этом, как всегда, всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.